В эфире Народное славянское радио Всем здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях, что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских, праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. В Коломенском можно побывать на 10-м юбилейном чемпионате мира по скульптуре из песка. Событие посвящено Году экологии в России. Десятый раз мастера песочных скульптур собрались в Коломенском, чтобы создать из песка удивительные шедевры и выбрать лучших. С 22 апреля по 28 апреля в парке Коломенское российские, белорусские, индийские, голландские, литовские, болгарские мастера в вояле произведения из песка. Они посвятили свои работы различным темам. Современности и будущему, экологии, литературе, космосу, кинематографу, спорту, искусству и фауне. Вы будете поражены фантастическим замком и ансамблем острова Кижи, которые выглядят весьма реалистично. Работы объединяет общая тема – мир вокруг нас. Одно неверное движение скульптора может разрушить весомую часть проекта. Непрочность материала метафорично перекликается с той хрупкой гармонией, которая существует между человеком и окружающей его действительностью. Успейте насладиться этими прекрасными фигурами, век которых так короток. Для детей открыта большая песочница. Часы работы с понедельника по пятницу с 11.00 до 21.00. Суббота-воскресенье с 10.00 до 21.30. Адрес парка Коломенское, проспект Андропова, дом 39. Ближайшее метро Каширское и Коломенское. В Краснодаре работает музей казачества. История любого этно, сохранящаяся в народной памяти и в экспозициях этнографических музеев, бесценна. Ибо именно память каждого народа о своем прошлом помогает сохранению его идентичности. Музей истории кубанского казачества ставит перед собой задачу сохранить у потомков тех, кто стоял на защите от басурман южных рубежей Российской империи, память о боевых заслугах предков, их обычаях, быте, хозяйственном укладе, об их песенной культуре. Активисты музея осуществляют два проекта – возрождение казачьей кулинарии и воссоздание казачьей техники владения кинжалом. Кроме этого, они постоянно проводят поисковые работы. Их старания находят понимание среди станичников, которые жертвуют музею старинные фотографии, предметы быта и культурного наследия своих родственников. Пусть музей еще не может похвастаться обилием подлинных исторических документов, а экспонаты не столь многочисленны, как хотелось бы, не страшно, что музей расположен в здании, которое казаки отремонтировали и привели в божеский вид собственными силами. И музей очень нуждается в спонсорской поддержке. Главное, что работа началась. И, как говорит основатель и первый директор музея Александр Владиславович Ягбаров, Сотник, председатель ревизионной комиссии «Северо-Западный Курень», все только начинается. Расписание работы музея. Среда с 10 до 17.00. Адрес музея казачества. Город Краснодар. Улица Виноградная. Дом 58. Продолжим артефактами земель славянских. На ВДНХ археологи откопали коллекцию уникальных минералов. Находку обнаружили при подготовке к реконструкции павильона номер 31 «Геология». Подготавливая реставрационные работы в павильоне ВДНХ «Геология», рабочие наткнулись на собрание минералов времен СССР. Как цитирует РИА Новости, ее собирали со всего Советского Союза и выставляли в 1960-х, 1980-х годах. Ранее считалось, что минералы были похищены и проданы частным коллекционерам. Самый ценный из них – 150-килограммовый кристалл горного хрусталя. На этот момент он находится на хранении на складе ВДНХ. Все найденные образцы будут переданы в фонд музея ВДНХ, который появится на обновленной выставке в 2018 году. Сохранилась основа карты, однако фрагменты с обозначением ископаемых частично утеряны. Минералы и руды выставлялись в павильоне «Геология» в 1960-х – 1980-х годах, но их потеряли в 1990-е годы. Выставка достижений народного хозяйства возрождает три исторические функции – музейную, выставочную и рекреационную. В Ростове-на-Дону археологи при раскопках наткнулись на стены XIX века на площади V Донского корпуса. По словам специалиста археологического общества Кубани Александра Нечипорука, в середине мая на улице Станиславского дорожные рабочие обнаружили останки человека. Археологи установили, что на этом месте около 2000 лет назад находилось кладбище. Кроме того, археологи вывезли из древнего кладбища сотни ценных артефактов – украшения, посуду, ножи и ножницы. Предметы сейчас тщательно изучают антропологи. Археологам известно, что здесь находилось Тимирницкое городище – остатки античного поселения. Они надеются найти здесь древние постройки. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Ростове-на-Дону приглашают на практический семинар «Основы древнерусского целительства» первый блок из авторского курса «Святозары Богатыревой» «Древнерусское целительство». В нем автором семинара собрана народная мудрость, техники и методы целительства наших предков, а также собственный многолетний опыт целителя. Семинар «Основы древнерусского целительства» поможет вам расширить границы своих возможностей, прикоснуться к древней целительской мудрости, раскрыть способности и талант целителя, на практике опробовать техники работы ведунов, знахарей и ведьм, открыть в себе новые возможности и, возможно, понять свое предназначение. Семинар состоится 7 июля в 19 часов. Подробности читайте в социальной сети и ВКонтакте. В Московской области, в Каширском районе, с 5 по 11 июля состоится международный фестиваль «Банный спас». Вас ожидает постоянно действующая фестивальная площадка, расположенная в живописном месте на Васильковом озере. Цель проекта – привлечь как можно больше внимания к здоровому образу жизни, исконной банной традиции, крепкой семье, различным ремеслам, трезвому мышлению, ответственному отношению к нашей прекрасной планете. Задачи проекта – объединить людей на основе различного совместного творчества, передавать знания, необходимые для профилактики и сохранения здоровья, возвращение исконной банной традиции, несущей здоровье через удовольствие, в основе которой лежат знания физиологии и не только, обучить самостоятельно снимать физическую и психологическую усталость, укреплять семьи через сотворчество, прививать стремление наполнять жизнь интересными увлечениями и удовольствиями, дающими здоровье и радость творчества, сделать территорию фестиваля максимально привлекательной для ее посещения в круглогодичном режиме. Подробную программу фестиваля смотрите в социальной сети ВКонтакте. В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. 3 июля, понедельник, что такое я, большое и маленькое, и как это может нам помочь быть сильнее, здоровее и счастливее. Ведущий Иван Воронцов, автор-сказитель Сергей Сарафанов. 4 июля, вторник, здоровье в жаркий период лета. Автор-сказитель Захар Белинский. 5 июля, среда, антлань и вторая луна Земли Фата. Возврат из бездны моря и тьмы тысячелетий. Автор-сказитель Виктор Максименков. 6 июля, четверг. Сакральные образы, сокрытые в русских народных сказках. Автор-сказительница Мария Карпинская. Начало эфира в 20 часов. Время московское. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. В этот раз, 7 июля, вы услышите запись передачи «Родные боги славяна Ареев». Участники – Всеслав Глоба и Алексей Орлов. Программа «Сто о музыкальных находах» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача «Василия Васильевича. Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Напоминаем, если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру! Народное славянское радио Все нужно, все важно.